Я являюсь генеральным директором службы по занятости в Чешской Республике. И прежде всего хотела бы поблагодарить Роструд за безупречную организацию нашего мероприятия и за эту возможность рассказать вам немного о процессе централизации и поделиться опытом Чешской государственной службы занятости. Прежде всего хотела бы представить вам наш офис, нашу службу. Это государственное учреждение, основная задача которого – помогать безработным людям находить вакансии и получать работу на рынке труда. А также мы занимаемся воплотой социальных пособий. Когда в 2004 году, 1 мая, Чешская Республика присоединилась к Евросоюзу, Наша организация определила 14 региональных офисов, которые подчиняются одному генеральному директорату. В общей сложности в нашей организации присутствует 242 исполнительных учреждения, которые мы называем локальными службами. В Праге расположено наше головное управление, и в частности там располагается Министерство по труду и занятости, а также социальным вопросом. Также в Праге находится Главное управление нашей службы занятости и генеральный директорат. Перед вами на экране график, отражающий процесс изменения количества вакансий и корреляция этого процесса с изменением количества безработных. Мы видим рост количества вакансий до 2005 года, потом небольшой спад и снова рост. Видим отражение периода кризиса 2008 года, и сейчас количество вакансий на нашем рынке труда велико, как никогда. Данное изображение отражает ситуацию по уровню безработицы в различных регионах Чешской Республики. Чем темнее цвет, тем выше уровень безработицы. В основном от безработицы страдают северные и восточные регионы. Сейчас перед вами представлены отраженные уровни безработицы по трем регионам по статистическим округам. Следующий график показывает изменение количества сотрудников службы занятости на общегосударственном уровне. И мы видим, что в 2011 году был небольшой спад, а потом уровень вновь восстановился и продолжает расти. А теперь хотела бы несколько слов рассказать об истории развития нашей службы. Начинается эта история с бархатной революции конца 80-х годов и смены государственного режима. За этим последовали изменения в законодательстве. Например, отмена... Обязанность обязательной занятости для всех слоев населения. И затем произошли динамичные изменения в экономике, в результате которых возникла новая проблема в виде безработицы. Позже было организовано 77 автономных служб занятости, которые координировались с Министерством по труду и занятости и социальным вопросам. Несмотря на то, что вновь созданные службы занятости официально регулировались официально регулировались Министерством по труду и занятости, тем не менее функционировали ли они большей частью в автономном режиме. И Министерство практически не координировало их работу. И ожидалось, что в какой-то момент функция государственной службы занятости будет выделена из общих функций Министерства и будет определена отдельная стратегическая роль и цели данной службы. Создатели службы занятости и руководители службы занятости на тот момент имели достаточно большую свободу действия в управлении своими службами. И во многом успех и эффективность работы региональных служб зависели от их подхода. И они действовали, применяли подходы, скорее, не характерные для государственных служб, а характерные для бизнес-среды. И до сих пор эти люди поддерживают... Те, кто стояли у истоков нашей службы, поддерживают контакт с настоящими сотрудниками службы. Руководители этих служб старались принимать во внимание все особенности ситуации в регионах и преодолевать бюрократические сложности. Им удалось поддерживать на низком уровне уровень безработицы, несмотря на сложную ситуацию в начале 90-х годов. И здесь я могу вернуться к одному из предыдущих слайдов. Вы видите, что здесь действительно уровень отражен очень низкий. Однако в 2004 году произошло очень важное изменение. И региональная модель управления была реформирована в Чешской республике. Ввиду этой реформы службам была передана ответственность за социальную поддержку населения. И они приняли на себя функцию выплаты социальных пособий, которые до того выплачивались местной администрацией. Службы справились с вновь порученными им функциями. Однако министерство отметило, что очень сложно применять централизованную модель управления к 77 организациям. было принято решение создать новый уровень администрирования между локальным и общенациональным. Эта инициатива не нашла широкой поддержки. И дальнейшие шаги все еще находятся в стадии обсуждения. До сих пор не принято окончательное решение. Наконец, после парламентских выборов и создания коалиции правого крыла было принято решение применить централизованный подход к управлению государственной службой занятости. Это решение было принято одномоментно, без проведения предварительного анализа. И это повлекло за собой быстрые изменения законодательства и изменения всей системы. В этих условиях новая модель государственной службы и занятости была создана в виде одной организации с генеральным директоратом, которая управляла 14 региональными офисами. и, в свою очередь, им подчинялись 262 локальных службы. Целью министерства являлось сокращение штата генерального директората. Сначала было принято решение сократить их штат до 60, а потом все-таки до 90 человек. Однако и этих ресурсов было недостаточно для выполнения всех функций. Также бюджет на государственное администрирование был сокращен. В результате всех этих процессов многие сотрудники потеряли работу, при этом их текущие компетенции не были должным образом переданы вновь организованной службе. На этом слайде ясно видна динамика изменения количества сотрудников Национальной службы занятости. Мы видим увеличение количества сотрудников в 2003 году, но тогда это произошло ввиду других обстоятельств. Это связано как раз с принятием службы новых функций по выплате социальных пособий. И как результат этого процесса служба приняла на работу около двух тысяч новых сотрудников, которые способствовали выполнению этой функции. Однако в дальнейшем мы наблюдали, что службе занятости не хватает штатных сотрудников для выполнения всех своих функций, что, собственно, нашло отражение свое в период экономического кризиса. Также большим вызовом для службы занятости явилась смена информационной системы. Дело в том, что старые системы, которые использовались до того, были заменены на новые одномоментно, без проведения предварительного анализа и без введения пилотных версий и программ. Зачастую информационные системы выполняли свои функции настолько скверно, что порой в офисах не хватало самых простых канцелярских принадлежностей. В то же время на государственную службу все еще возлагался большой уровень ответственности и руководство службы продолжало выполнение этих функций, несмотря на все сложности. В апреле 2013 года государственная служба занятости Чешской Республики полностью перешла на использование централизованной модели. Служба не имела возможности адекватно реагировать на ситуацию на рынке и справляться с последствиями экономического кризиса. Ключевым аспектом было решение передать возможности регионам принимать самостоятельные решения. однако определялся оптимальный уровень в зависимости от типа принимаемых решений. Проводились активные политики по активизации работы на рынке труда. В регионах были сформированы консультационные советы. И сейчас мы занимаемся поиском решений для всех проблем, которые мы видим в нашей информационной системе. И, к счастью, уже есть определенные положительные результаты. я не могу сейчас сказать, какая модель централизованная или денцентрализованная является наилучшей и эффективной. Представители каждой страны лучше представляют особенности своих национальных систем, которые необходимо принять во внимание. Я могу всего лишь дать рекомендации о том, чего, возможно, стоит избегать в процессе трансформации. Применять централизованные модели очень сложно обеспечить передачу компетенций, которые обеспечат эффективное выполнение функций службы занятости. Особенно это касается функций региональных офисов. В то же время чем больше ответственности будет принимать на себя центральный аппарат системы, тем более костное будет функционирование системы в целом. трансформирование трансформирования перехода от одной модели к другому. Процесс перехода необходимо тщательно подготовить и не стоит принимать слишком быстрые и одномоментные решения. Необходимо предварительно проконсультироваться со всеми заинтересованными сторонами. Благодарю вас за ваше внимание и желаю вам всего наше.